Нам сейчас, как бы вот на протяжении всего нашего диалога, а у нас монолог получается, говорят о том, что надо понять и простить. А вот больше другого посыла мы не услышим. Слово «просить» не было. Это первое. Второе. Значит, когда рекоператор к нам заходил, есть документы. И неоднократно было здесь озвучено, что документы согласовываются с Москвой. Для чего нам это заветное слово говорят с Москвой? Ни один документ у вас не согласовывается с Москвой. Приказ Министерства природных ресурсов Саратовской области на месте здесь утверждается. И все документы утверждаются на месте. Ваша настольная книга – это схема образования отходов. Она утверждена приказом 707 от 22 сентября 2016 года. Потом в нее вносились извинения 28 сентября 2017 года. Потом еще раз вносились извинения. И по этой схеме образования отходов мы, город Балаково, в Дублесной относимся к зоне номер один. Это зона номер один. По этой схеме я добросовестно посчитала с карандашиков, с калькуляторов. У нас образуется мусор 3,615 в метрах кубических, в тысячах метров кубических и 734 тысячи тонн в год. Вот наш мусор. Этот мусор у нас 734 тысячи тонн в год должен быть пересортирован. Вы сортируете в тоннах? В тоннах у нас два мусоросортировочных комплекса, которые стоят в Энгельсе 150 тысяч тонн и в Балаково. 150 и 150 простая архитектика 300, а у нас 734. Как можно пересортировать 734, если у нас только в ресурсе 300? Вот этот вопрос тоже к вам. Теперь, когда вы к нам собирались и вы принимали участие в этом конкурсе, все эти цифры были у вас на лицо. Вы должны были быть подготовлены и с техникой, и с людьми, и с кадрами, и со всеми, со всеми вопросами. Вы пришли, извините меня, в голом виде к нам. И все везде обещайте. Вот на всех встречаниях, на которых мы с вами собираемся, и я там лично присутствую, только одно слышим. Все у нас в пути. Контейнеры в пути, машины в пути, все у нас в пути. Ну, ребят, и договора тоже у нас в пути. У нас что? Юридическое лицо, которое вы руководите, у вас нет юристов, которые подготовили бы эти договора. И у нас закон 89 ФЗ, в частности, 458 извинений, которые были внесены, они были внесены у нас в декабре и прошлого года, и позапрошлого года. И статья 24-го, 89-го закона, она была уже принята в 14-м году. И вы знали о договорах и условиях этих договоров, предусмотренных этим законам. Должны были это проработать? Должны были проработать. Почему не проработали? Почему сегодня нас вот просто издеваются над нами? Далее, если вы этот договор наконец-то доработали, слава тебе, Господи, да, мы принимаем решение. У нас есть право по нормативу, утвержденный Министерством производства и ресурсов, приказ номер 47, и Москва его не утверждала. Этот норматив образовали от натурных исследований, которые проводил университет имени Гагарина. Экономика у нас сегодня стагнилась, мы это видим. Может, нам в Москве надо обратиться? Поэтому мы о чем говорим, что сегодня у нас те места, это общепита, гостиницы, торговые центры, они не заполнены в том полном объеме, как это должно быть, как это было когда-то. И сегодня у нас идет борьба за выживание, то есть мы выживаем. Поэтому сегодня у всех в интересе именно мусор сдавать и, как говорится, оплачивать по его образованию. А мы-то и говорим, что, ребята, я готов, вот у меня площадка есть, она у меня согласована. Пусть у меня сюда сваливают Иванов, пусть сваливают Иппосидоров, пусть Петров, пусть ООО «Рога и Копыта». Я готов заплатить ООО «Фантик». Я за это заплачу. И я с этими товарищами, которых я знаю, этот, этот, этот мне приносит, я сама с ними разберусь. И я солидарно им этот счет выставлю. И они готовы мне будут возместить эти расходы по образованию этого мусора. Правильно я говорю? Правильно. То есть этот вопрос, он решаемый. Если его решать и не аргументировать тем, что у нас офис будет завтра, послезавтра, и вот давайте это будем обсуждать. Это обсуждать надо быстро и молниеносно. Тогда бы эти вопросы не возникали, и вы тогда бы не искали этот мусор в других местах. А раз люди работают по той схеме, которая была, и до них эту информацию, к сожалению, рекоператор не довел, тогда какая претензия к ним? И почему у них появляется очаровательная платежка, выставленная в их адрес? И то есть вы нашли выставить им платежку, но вы не нашли довести возможность, информацию до этого потребителя. Вот это тоже непонятно. И заключить элементарный договор. Ваша служба не работает и не хотят ничего повозить. И получается, сегодня эта служба действительно реально не работает. И вы понимаете, вот перед вами сидят юридические лица, хозяйствующие субъекты. Вы тоже из себя представляете хозяйствующий субъект. И по крайней мере, это некорректно перед уважаемыми людьми нашего города без конца оправдываться и говорить о том, что вот мы не смогли, вот мы не успели. Вот мы получаем курс по вкусу, есть довести, и Spielка.